natto это такая еда которая тянется такими тягучими. это называется суперфуд. такая традиционная японская еда на основе соевых бобов. что такое соевые бобы? это вот такая обыкновенная соя. в интернет-магазине продается как органическая соя. она круглая. если посмотреть на вареную сою. пришло время когда я могу показать что такое вареная соя. она такая вот длинная. изначально это обыкновенная соя круглая. 4 часа она варилась. а до этого 12 часов настаивалась с водой. 1 чашка сои и 3 чашки воды. а потом после настаивания залил водой и варил. 12 часов настаивалась и 4 часа варилась. она такая на вкус никакая. и так почему я начал с этого момента съемку. потому что у меня готово сварено. очень важно соблюдать стабильность. поэтому у меня сейчас варятся 4 пакетика маечки и ложка. почему именно пакетики варятся. и зачем все объясню. у меня технология к домашним условиям привязана. ну а это тоже стерильно. я слив воду. поэтому оставляем на некоторое время. пусть отдыхает. остывает. но закрытая. чтобы сюда ничего не попало. ну собственно все. теперь нужно закваска. специальные бактерии. бактерии есть. сейчас покажу. ну а бактерии это вот такие специально нато бактерии. вот такие там стики по одному грамму. достаточно для того чтобы заквасить вот такое количество. ну собственно там две чашки. которые настаивались. потом варились. чашки такого плана. сейчас кофе стоит. значит что необходимо необходимо будет их потом ферментировать вот в таком устройстве. у меня большое устройство с стабильной температурой. это вот сушилка. она стоит сейчас на 35 градусов. почему 35? потому что реально градусов на 5-6 больше. то есть я мерил около 42 градусов здесь доходит температура. поэтому если поставить 41 градусов. она там до 50 градусов. поэтому а это критично. до 48 должно быть. поэтому я ставлю на 35 градусов. и здесь нужно много места. поэтому здесь есть несколько ярусов. тарелки сюда не помещаются. а вот распределить кулечки по этой поверхности. я смогу несколько кулечков на каждый ярус. значит что я делаю. необходимо взять вот там. нужно будет взять воду. сейчас поставлю какую-то тарелочку сюда сверху. простерилизую ее. и потом одну ложку воды. немножко остынет вода до 40 градусов. засыплю туда порошок с бактериями. перемешаю. засыпаю в кастрюлю и перемешиваю. и перемешиваю в кастрюле. пока все это не распределится по жидкости. и все. потом достаю пакеты и распределю это все в 4 пакета. и положу сюда. в общем то и весь процесс. и получится через 24 часа. нужно будет эти пакеты. отключаем. оно остыло. и в холодильник на ночь на 12 часов. и можно есть. на вкус так себе. так скажем жуешь как будто клей ПВА жуешь. на вкус почти никакое. с небольшим привкусом сои. ну а на запах не очень. на запах потных носков. не все его едят. думаю что его вряд ли кто-то вообще любит. едят потому что полезно. ну вот у меня такая ситуация. но если добавить сою в соус. соль и перец черный. то есть можно. без удовольствия. но ради пользы можно. так что повторяйте. я еще покажу. сейчас у меня это все остывает. процесс дальше идет. ну что же у меня простерилизовалась тарелочка. добавляем туда дрожжи. здесь дрожжи вместе с крахмалом. разводим все. растворяем. и просто это я засыпаю в середину. и размешиваю хорошо. оно тут просто распределиться по жидкости. и все. это весь процесс. ничего сложного. а потом я достану вареные кулечки. они просто стерилизуются. собственно все. тут оно не видно. но оно там есть. и все. теперь добавляю аккуратненько. добавляю и наверное вот так вот стяну прямо отсюда. чтобы оно хорошо. все. вся жидкость отсюда сошла. все. ложка стерильная. здесь еще одна ложка стерильная. которая варилась. перемешиваем. и распределяю. я подготовил 4 кулечка. поэтому распределю 4 пакетика. это маечки обыкновенные. стандартные. но вареные. очень важно стерильные. потому что будет целых 24 часа при высокой температуре. могут развиться все что угодно. кисломолочная бактерия может развиться. поэтому мы сюда добавили специальный натопродукт. добавляю в пакет. достаю прямо. засыпаю сюда в середину. я пошел этим путем. не стал засыпать в какую-то посуду. почему? потому что у меня эту посуду потом некуда положить специально. можно в духовку. во-первых в духовке там можно прозевать температуру. чтобы она была выше. даже если поставлю 35. не факт что она там не превысит 50. вот так вот распределил. закрываю герметично. вот так вот. вот это будет герметично. и на полочку в сушилку. сейчас покажу. открываю сушилку и просто вложу. все. и так все. и так оставляю на сутки. вот и весь процесс. на самом деле получается легко. особенный продукт. специфический. но не то чтобы на любителя. просто это полезно. повторяйте. это не сложно. ну а такое можно. я на OLX. продается на OLX. в разных местах это можно купить. подписывайтесь на канал. всего доброго. увидимся на канале. мы будем использовать герметично. мы собираемся вот этого.